Уважаемые коллеги, вы знаете, что в этом году прошел большой конгресс в Сан-Галлен, который принял новые рекомендации на ближайшие два года. Только что в декабре закончился большой митинг в Сан-Антонио. Некоторые из присутствующих участвовали в этой работе. Ну, когда мы говорим о гормонотерапии, то, конечно, практически речь идет о двух препаратах. Тамоксифения и ингибидерах ароматазы, речь идет о раке молочной железы, об адюванном лечении. Казалось бы, что можно тут в рамках лекции обсуждать два общепринятых и широко используемых препарата. Тем более, что тамоксифен может быть в любом возрасте назначаться, ингибиторы только в постминопаузе. Ну, в реальной жизни, в общем, так и происходит. Но почему мы все-таки рассматриваем вот эту проблему, понимая, что когда речь идет об адюванном лечении или о системном лечении рака молочной железы, то гормонотерапия как бы встраивается в другие методы лечения, включая и хирургию, и лучевую терапию, и химиотерапию, и таргетную терапию. И надо четко определить как бы конкретные показания и место, скажем, в этом комплексе лечения. Ну, общеизвестно, что именно Сангалин определяет и с самого начала определил так называемые фенотипы ракомолочной железы, начиная от трижды негативного рака до так называемых люминальных опухолей, то есть опухолей, которые экспрессируют рецепторы стероидных гормонов, основных, так сказать, факторов, через которые идет сигнал к опухолевым клеткам от астрогенов. Ну и, конечно, было, сначала показалось очень важным, именно выделение таких подтипов среди люминальных опухолей, которые действительно чувствительны в гормонотерапии, безотносительно тамоксифен или ингибитор ароматаза. Ну, это люминальный апотип, общеизвестный, с высокой экспрессией рецепторов стероидных гормонов, низкой степени злокачественности и низкой пролиферации почти 67. Однако одновременно и параллельно иммуногистохимическому изучению опухолей и ракомолочной железы в течение уже многих лет исследуются молекулярно-генетически, насколько они соответствуют иммуногистохимии и совпадают. Ну, в частности, там известный вам онкотайп классификации, который определяет среди люминальных опухолей те группы, которые действительно чувствительны в гормонотерапии и, наоборот, нечувствительны к химиотерапии. Но по мере этих исследований выявилось, что такое прямое отличие люминального А-рака, благоприятного, явно зависимого, от люминального Б, зависимость от которого прослеживается относительно, и предполагается, что одновременно или там раньше в гормонотерапии проводится химиотерапия, выявились такие подтипы, не относящиеся ни к люминальным А, ни к люминальным Б, которые как бы переходны, неясно. И для клинициста очень сложно как бы решить, что здесь в первую очередь назначать химиотерапию, несмотря на экспрессию рецептов стервидной гормонофилии, начиная с химиотерапии, потому что это агрессивные опухоли. И здесь, конечно, как бы, допустим, в Северной Америке используют эту мультигенную шкалу, там он катает ДЭКС, которая более точно определяет чувствительность гормонотерапии среди этих опухолей. Ну, если вообще говорить, вот, так сказать, структуру, то мы видим, что, это вообще известно, почти 70% пациентов наших относятся формально к гормонозависимым. Даже если взять вот второй центральный круг опухолей, которые по иммуногистохимии относятся к HER2-экспрессирующим, то есть вообще не имеющим отношения к гормональной зависимости, то есть даже среди этих опухолей при молекулярно-генетических исследованиях, вот, допустим, онкотайп или ПАМ-50, вот, части, до 30% и больше среди этих опухолей есть гормонозависимые опухоли. Ну, а если посмотреть 20-летние, там, 10-летние результаты лечения, кто погибает от рака молочной железы, то огромные, 57% среди погибающих, это опухоли с люминальными опухолями, формально гормонозависимые. Значит, нельзя говорить о том, что если это гормонозависимый опухоль, прогноз хороший, и, в общем, так сказать, можно как-то так порассуждать, рассуждать, там, подумать, что оно значит. На самом деле, конечно, это из-за чистоты, это к этому времени, там, к 10-20 годам больные с трижды негативной опухолью, и, верно, позитивно погибают просто раньше от заболевания. Но все равно эта угроза сохраняется на протяжении многих лет. И чрезвычайно важно, вот, с самой большой группой пациентов, правильно подходить к лечению заболеваний. Даже вот минимальная опухоль категория Т1, гормонозависимая, вот, даже определяется, как бы, не размером опухоли, а состоянием лимфоузлов. Если есть поражение лимфоузлов, то к 20 годам 20% больных формально отнесены вот так вот к минимальной карциномии, значит, погибают. А если больше 4 лимфоузлов, то и 41%. Ну, перейдем, как бы, к рекомендациям Сангалина, которые, в принципе, подтверждены и в Сан-Антонио. Если все-таки по этим критериям опухоль отнесена к лиминальному А, то безотносительно возраста может быть назначен препарат тамоксифен. И пременопауза, и пёспенопауза. И только в тех случаях, когда есть какие-то противопоказания к тамоксифену, вот то, о чем говорил Лев Михайлович, приходится решать в пользу ингибиторов ароматаза по сменопаузе. А в принципе, и в резидаке происходит, достаточно назначен вот такой вот простой, относительно доступный препарат. Вот, значительно хуже, когда вот мы рассматриваем неясные так ситуации. То есть опухоль экспрессирует рецепторы эстрогенов и прогестерона. Но есть ли другие признаки? Молодой возраст, мультицентричность, высокая степень злокачественности, которая уже как бы не может быть отнесена только к гормонотерапии. И вот здесь приходится прибегать уже к дополнительному воздействию. То есть переводить вот этих пациентов в постменопаузу с помощью варианной супрессии. И вот в частности, там часто используем препараты и как-то вот для многих врачей, как это казалось, обычное решение. Вот особенно если распространённый опухоль или четвёртая стадия, то как бы само собой. Но каково это решение в премианопаузе, как бы относительно ранней стадии заболевания, назначили вот такое лечение. Это переход, перевод женщины из 30 лет, из 35 лет в возраст 55 лет и старше. Со всеми вытекающими обстоятельствами постменопаузы. Вот то, не буду повторять, Лев Михайлович, какие там осложнения, депрессия, остеопороз, нарушение там сексуальных, ну и так дальше. То есть это, в принципе, не простое решение. Понимая, что эти пациенты, многие получат сначала химиотерапию, которая сама по себе вызывает подавление функций яичников. Ну и, конечно, вот эта третья группа, где уже есть регионарные метастазы, здесь всегда лечение начинается сначала с химиотерапии, несмотря на такую гормональную зависимость. И, конечно, используется супрессия варельной функции. Постменопаузе, я уже говорил, если это действительно ранняя стадия, достаточно тамоксипена. Но, к сожалению, во многих странах, в том числе Российской Федерации, не так много пациентов поступают в стационары с ранними стадиями заболевания. И поэтому в этих случаях приходится прибегать к ингибиторам арматазы. Но если это высокий риск, перед назначением ингибиторов назначается химиотерапия. И для того, чтобы, скажем, не каждый врач будет там детально или имеет возможность детально посмотреть все нюансы иммуногистохимии, динамику и так дальше. И особенно, если речь идет об операбельной опухоли, но лечение начинается с неодевантной терапии. Вот поэтому здесь как бы очень важно мнение экспертов. Ну, экспертов, знаете, это примерно 45 человек, которые избирают среди десятка тысяч специалистов по молочной железе, которые голосуют, чтобы они, так сказать, в каких случаях рекомендовали супрессию варьальной функции. Причем там речь идет не только о супрессии варьальной функции, но для некоторых стран это хирургическое удаление ящиков, особенно если есть уже патологии и так дальше. Так вот, значит, 77% это молодых женщин, не так много, но 5%. Сохранение преминопаузальной уровня эстрогенов после длительной дивантохимиотерапии до 6 курсов. Это говорит о том, что сохраняется вот этот фактор генетический. Высокий риск по СИРА, это, значит, молекулярный тест. Метастазы в 4-х лимфозах, не в категории, там, N1, N2, а в международных классификациях сейчас при планировании ориентируются на число метастазов. 1, 3, больше 3-4. Значит, метастазов 4-х 90% поддерживают. Как ни странно, третья степень злокачественности здесь как бы не учитывается, но это разное мнение. И, конечно, это шестой пункт, это мало где это возможно, но в оберике это применяется, это оценка по онкотайпу. К сожалению, стоимость вот этого теста, она достигает почти 4 тысяч долларов, и поэтому для большинства стран она, в общем, как бы, хотя тест очень неплохой, недоступна. Страховые компании США полностью оплачивают для пациента стоимость этого теста, потому что они подсчитали, отказ от ненужной химиотерапии у этих пациентов гораздо как бы дает больше экономии, чем назначение в слепую гормонтерапию или, наоборот, химиотерапию этих групп пациентов. Многие пациенты исключаются из химиотерапии и переходят в разряд только гормонтерапии. Ну и здесь вот голосование, опять же, с Ангалем 80% считает приемлем то, чем говорил назначение тамоксифена. Каковы вот голосования назначения ингемитоформатазы? Ну, здесь как бы большие разночтения, но высокий большинство, больше 50% поддерживает, что постменопаузу, конечно, следует назначать при наличии метастазов, там, третьей степени злокачественности, высоком киши, а всем высокой пролиферации и, как наставить, педольковом раке. Тольковый рак, как правило, гормонозависимый, поэтому здесь оправдано назначение. И вот очень важный вопрос о длительности гормонтерапии. любой гормонтерапии и тамоксифеном, использованием релизинг гормонов, злодекс, отепталлилина и так дальше у молодых при менопаузе женщин и гормонтерапии ингибитором роматазы. Вот после исследования АТЛАС, когда сравнивался пятилетний прием тамоксифена с десятилетним, большое международное исследование, включавшее в течение почти 20 лет по замыслу было 20 тысяч пациентов. На самом деле было отключено меньше. Кстати, вот наш институт и на юно-барыш была ответственна за российскую счастье, мы вошли в десятку. Участвовало свыше 100 учреждений. Значит, мы ушли в десятку, и которым было показано, что десятилетнее назначение тамоксифена эффективнее, чем пятилетнее. Ну, с учетом известных осложнений, токсических эффектов в лекции Ельбом Михайловича. Но положительный эффект тамоксифена намного превышал вот эти все возможные побочные эффекты. Что касается ингибитерформатаз, здесь очень разночтение. До пяти лет это как бы стандарт, но во многих центрах фактически применяется в течение большего, до семи лет. Возможно, что после того, когда будут коррегироваться успешные побочные эффекты, в частности, очень часто наступающие остеопороз, костные метастазы с помощью, скажем, препаратов доступных для типа замета и так дальше, возможно, что такая длительная гормонотерапия с использованием ингибиторов ароматаза может реально использоваться в том числе и в адюватах терапии. Ну, здесь большинство экспертов считает, что у пациентов такого невысокого риска рецидива вообще-то можно и отказаться от таких дорогостоящих тестов типа онкотайп ДЭКС или там ПАМ-50 МАМО-ПРИНТ и так дальше, поскольку можно решить и более простыми клиническими иммуногистохимическими тестами. Ну, вот, опять же, голосование, значит, можно ли отказаться от химиотерапии, казалось бы, вопрос ясного для России, при категории, когда у пациентов нет метастазов в лимфуслах. У нас редко назначают химиотерапию вадювантом, когда, значит, как бы нет поражения, ну, исключая наш институт. А вот по большинству тестов, а их уже сейчас больше и больше, идет голосование, во всяком случае от 60 до 90 процентов считает, что все-таки желательно ориентироваться вот в этих случаях на вот этот тест, один из этих тестов. В Европе это более дешевое, не такой дорогой, как в Америке, но во всяком случае отказ от химиотерапии для многих пациентов очень важен. Тем более, если в этих случаях это не сказывается на прогнозе заболевания, потому что тест четко показывает, что в ближайшие 10 лет, особенно 5 лет, нет угрозы для пациента, если по этому тесту они отнесены к хорошему прогнозу. И вот еще более важное, а если уже есть метастазы и всем пациентам во всех странах, как правило, назначается в том числе и химиотерапия. Даже это все гормонозависимый прогнозы и химиотерапия мало чего добавляет к лечению этих пациентов. Вот эта часть как бы и голосования, они основаны так, на валидизации, то есть на ретроспективном анализе вот этих исследований. Только одно исследование, он китайп ТЭКС опубликовано только как бы в той части, где еще не было региональных метастазов. Вот ожидается, что в 2019 году будут опубликованы окончательные перспективные данные, где врач может использовать эту систему и отказаться от химиотерапии даже при наличии региональных метастазов. Но по исследованию как бы валидационных, то есть они исследованы и получены данные из рандомизированных исследований, но поскольку вначале не ставилась задача именно оценить этот признак, их считают, что это не является абсолютно точным и четко доказанным фактом. Но большинство клиник все-таки ориентируется на эти признаки, когда речь идет об отказе от химиотерапии. Ну и, конечно, понимая, что не очень во многих центрах есть весь перечень не только клинических иммуногистохимических характеристик, а молекулярно-генетических тестов дорогостоящих, Санган рекомендует простой подход, как решить вопрос об относительных показаниях к химиотерапии или, наоборот, показания только для гормонотерапии. Ориентируясь на эти признаки. И, как видите, левый столб где показано и следует назначить химию, это третья степень злокачественности, высокая проектировация, химиотерапии, совсем выше, скажем, 30, низкий уровень экспрессии рецептов стероидных гормонов. И все, что справа, наоборот, это показания для одной гормонотерапии. И, как бы, мы исключаем здесь вот эти геномные тесты, а там первая степень злокачественности, это низкая проектировация, меньше, там, 10, высокая экспрессия рецепт стероидных гормонов, отсутствие метастазов, маленькая опухоль, здесь нужно ориентироваться в практической жизни только на одевантную гормонотерапию. Но, когда мы говорим о ранних стадиях, а к ранним стадиям Сангалин относится все операбельные опухоли, включая, в том числе, и с наличием метастазов и категорию Т2Н1, которую мы начинаем с неодевантного лечения, по международной классификации это все опухоли ранних стадий. Значит, когда мы говорим о ранних стадиях, мы не знаем, назначив 5-летнюю или 10-летнюю гормонотерапию, насколько она будет у конкретного пациента эффективней, что препятствовало эффекту гормонотерапии, 5 лет, или 5 лет ингибитофороматаза. И вопрос резистентности ясен при 4-й стадии, когда мы назначили гормонотерапию, два месяца пациент получает гормонотерапию, она неэффективна, ясно, что резистентность надо менять или линии гормонотерапии, или переходить на химиотерапию. В адюбанных режимах многолетних такой информации до недавнего времени не было и назначалось слепую. Ну, вот здесь перечислены различные как бы признаки, факторы резистентности гормонотерапии, например, экспрессии одновременно и рецепторы стероидного гормона фирбана, ясно, что здесь резистентность гормонотерапии, тут нужно добавлять какую-то таргетную терапию, или еще хуже, там, гиперэклициклинозависимый киназа 4-6, что-то надо назначать, чтобы преодолеть, но лечение, конечно, дорогостоящее, там, амплификации и так дальше, и вот несколько признаков, уже есть работы, возможно, многие участвуют в этих исследованиях, когда назначается, там, скажем, палбациклип, ингибитор циклинозависимых киназ, который преодолевает эту резистентность на многие месяцы, иногда на многие годы, и не обсуждая вопрос стоимости такого лечения, это вопрос, так сказать. Дальше, другие гены, вот скажем, и самое важное открытие последнего времени, это мутация гена СРН, которая кодирует рецепторы эстрогена альфа, и если произошла мутация этого гена, а она обычно происходит у пациента, получающего ингибитор ароматазм, то в этом случае как бы пациент уже нечиститен гормонотерапии, и продолжать гормонотерапию еще там три или четыре года, совершенно как бы кроме осложнений эффектов остеопороза и так дальше, ничего другого. Вот здесь назначение фульмистранта другого, чистого антиэстрогена действительно помогает. Если мутации не было, то никаких преимуществ, допустим, фульмистранта над экзаменстаном не наступает. И вот интерес, важная вот эта работа в рамках другого проекта, который показывает, опять-таки, переход и добавление палбоциклиба и фульмистранта резко увеличивает показатели выживаемости. Вот, причем как с наступлением, так и без наступления вот этой мутации. Значит, каким образом в условиях адъювантного испытания определить резистентность проводимой гормонотерапии. Это возможно только, вот сейчас вернемся назад, если исследуется в плазме вот этот наличие мутации СРН. Значит, первая публикация Фрибенса, вот это совсем недавно, в прошлом году, она показывает, что в ходе лечения можно ориентироваться, но нет подтверждающих исследований. Но, судя по всему, при любом варианте гормонотерапии вот такая оценка мутации какого-то агена в ходе лечения исследования плазмы позволит четко ориентироваться в смысле сроков проведения гормонотерапии, особенно ингибиторами роматаза. Вот, это перспективное и очень важное направление. Ну, я не перечисляю другие факторы, которые также будут рассматриваться, исследоваться, вот, и ясно, что в ближайшее время мы получим и другие вот здесь направления. Я бы хотел остановиться только на том, вот, последнем строке, так называемый чекпоинт, значит, чекпоинт – это контрольно-пропускная система, которая позволяет иммунологии, иммунной системе организма, защищать не организм, а защищать опухоль от влияния организма. Вот. И вообще это обычно говорится о трежды негативных арциномах и хердопозитивных, наиболее агрессивных опухолях, где чаще возникает импоцитарная инфильтрация опухоли и где чаще наступает экспрессия вот этих двух основных генов ПД1 и ПДА. Это так называемый как бы ПД1 и ПДЛА. Это два фактора, которые определяют нечувствительность к лимфоцитам. Наоборот, он подавляет. Это программированная гибель, апоптос лимфоцитов, которые не защищают организм от опухоли, а способствуют распространению опухоли. И в этих условиях создание ингибиторов вот этой системы, есть и другие, но для молочной железы наиболее подходящие, позволят использовать это и при люминальных опухолях, люминальных биокорцитумах. И сейчас такие исследования начинаются с участием нашего института, кстати говоря. И мы сейчас запланировали такую трехлетнюю тему с участием нашего отдела иммунологии, патоморфологии и так дальше. Потому что это наиболее такой как бы возможно эффективное наряду с другими методами лечения направление, в том числе в будущем и в админиатой терапии рака малыша. спасибо за внимание. А можно здесь включить звук? Может быть вопросы? Уже работает, да? Да. Значит, есть ли вопросы к Владимиру Федоровичу? Вот последнее, о чем Владимир Федорович говорил, в частности, это вообще замечательная лекция, но последнее, о чем Владимир Федорович говорил, о возможном применении иммунотерапии, это действительно сейчас такая область, когда расширяется и число локализаций, при которых иммунотерапия используется, но здесь, видимо, нужно очерчивать те группы, скажем, больных раком молочной железы, вы сказали, что трижды негативный и гиперэкспрессия хердванео, и, конечно, мы оставляем за скобками экономическую сторону вопроса, как это касается и целого ряда других препаратов, но если все-таки наше заседание здесь посвящено эволюции в этой области, то, конечно, мы должны знать, какие имеются достижения и теми или иными путями это решать. Есть ли какие-нибудь вопросы к Владимиру Федоровичу, потому что здесь действительно были направления изложены не только эндокринотерапией, но и химиотерапией, и таргетной терапией, и говорилось об иммунотерапии. Спасибо, Владимир Федорович, большое. Спасибо. 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 .